Только что в Кремле президент огласил послание Федеральному собранию. Владимир Путин начал его с объявления минуты молчания в память о жертвах террора, российских военнослужащих, погибших в Сирии. В зале присутствовали вдовы командира бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Пазынича. Прямую ответственность за смерть российских военнослужащих глава государства возложил на руководство Турции. Зачем Анкаре, с которой Москва всегда выстраивала партнерские отношения, понадобилось сбивать наш военный самолет? По словам президента, непонятно. Глава государства сказал буквально следующее, цитирую. Видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка. Владимир Путин пообещал, турецкое руководство еще не раз пожалеет о содеянном. Россия об этом обязательно напомнит. При этом нервные реакции от Москвы, рассчитанные на внешние эффекты, не дождутся, подчеркнул президент. В основе наших действий будет ответственность перед своей страной и народом. Мы не собираемся и не будем брицать оружием, сказал глава государства. Владимир Путин также заявил, Россия находится на переднем рубеже борьбы с террором, уничтожать бандитов, необходимо на дальних подступах, иначе они будут убивать, взрывать уже на территории нашей страны. Поэтому принято решение о начале воздушной операции в Сирии. Владимир Путин также заявил о том, что важно создать один мощный кулак для борьбы с терроризмом, единый антитеррористический фронт на основе международного права и под эгидой ООН. И каждое цивилизованное государство должно внести вклад не декларациями, а конкретными действиями. При этом не должно быть никаких двойных стандартов. Отдельно основывался президент на обороноспособности страны. Современное российское оружие доказало свою эффективность. Бесценная практика его применения в боевых условиях, по словам Владимира Путина, будет проанализирована и использована для дальнейших разработок. Что касается экономики, Владимир Путин отметил, что в прошлом году наша страна столкнулась с рядом вызовов. Это и падение цен на нефть, а также другие экспортные товары, и ограничения для наших компаний на международных рынках. Президент подчеркнул, ситуация сложная, но не критическая. Уже есть позитивные сигналы, наметилось снижение инфляции, замедлился отток капитала. Но это не значит, что нужно расслабиться и оставить все как есть. Страна должна быть готова к тому, что период низких цен на нефть затянется, нужно не допустить истощения наших резервов. Одновременно необходимо использовать открывшиеся возможности. Прежде всего, изменить структуру экономики. Это должно привести к созданию современных рабочих мест и повышению уровня благосостояния миллионов россиян. По словам президента, число успешных компаний должно расти во всех отраслях. На решение этой задачи работают программы импортозамещения и подготовки кадров. Во-вторых, нужно создать специальные программы, которые поддержат отрасли, оказавшиеся в зоне риска. Это строительство, автомобилестроение, легкая промышленность. Деньги на это, подчеркнул Владимир Путин, есть. В-третьих, надо оказать помощь наиболее незащищенным гражданам. Прежде всего, людям с ограниченными возможностями. Нужно заниматься их профессиональной переподготовкой и трудоустройством. Четвертая задача – добиться сбалансированности бюджета. Это необходимые условия финансовой источивости и независимости страны. Также необходимо ужесточить контроль за расходованием госсредств. Еще одна задача – создать единый механизм контроля за уплатой таможенных, сборов и налогов. Это позволит исключить так называемые серые схемы. И, конечно, необходимо укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат. Президент подчеркнул, в ближайшие годы налоговая нагрузка повышаться не будет. Свобода предпринимательства, отметил Владимир Путин, важнейший вопрос. Именно расширением свободы нужно ответить на все ограничения, которые пытаются создать для страны извне. Также Владимир Путин предложил разрешить регионам снижать ставку налога на прибыль до нуля в рамках реализации специальных инвестиционных проектов, в том числе и в рамках реализации программ по импортозамещению. Что касается поддержки отдельных производств, президент подчеркнул, ее получат только конкурентно способные компании. Еще одной темой стало развитие сельского хозяйства. Президент поставил перед страной задачу до 2020 года обеспечить себя отечественным продовольствием. При этом Путин отметил, что Россия совершила рывок в сфере АПК. Доходы от экспорта продукции этой сферы превысили доходы от продажи вооружений. При этом Владимир Путин заявил, что следует изымать у недобросовестных владельцев неиспользуемые земли сельхозназначения и передавать их тем, кто хочет и может их обрабатывать. Оправки, обратил внимание президент, должны быть приняты в следующем году. Зашла речь и о совершенствовании судебной системы. Владимир Путин отметил, что закон должен быть суров для тех, кто пошел на его сознательное нарушение и снисходителен для тех, кто оступился впервые. Президент попросил Госдумы поддержать предложение по декриминализации ряда статей Уголовного кодекса, которые касаются нетяжких преступлений. При этом Владимир Путин подчеркнул, что должна быть сделана принципиальная оговорка, повторное совершение преступления должно вести к уголовной ответственности. По мнению президента, нужно поддерживать и открытость правосудия. Для этого в том числе нужно расширить количество составов преступления, которые могут рассматривать присяжные. При этом, поскольку не всегда просто собрать коллегию из 12 человек, президент предложил подумать об уменьшении коллегии до 5-7 заседателей. Но при этом автономность и самостоятельность при принятии решений должна сохраниться. Отдельно глава государства остановился на выборах в Государственную Думу, которую пройдут в 2016 году. Он подчеркнул, необходимо обеспечить доверие общества к их результатам. Конкуренция на них должна быть честной и прозрачной. И главное, это обеспечить сплоченность общества. Президент выразил надежду, что кандидаты в своих предвыборных кампаниях уделят внимание борьбе с коррупцией. Это явление президент назвал препятствием для развития общества. В числе главных президент назвал вопросы демографии. Владимир Путин предложил продлить действие материнского капитала как минимум на два года. Развитие системы здравоохранения стало еще одной важной темой. Президент заявил о необходимости финансировать за счет средств системы ОМС высокой технологичной операции. И потребовал принять соответствующие законы уже в весеннюю сессию Госдумы. В завершении президент отметил, что справиться с задачами, которые стоят перед страной, можем только мы сами. И процитировал выдающегося ученого Дмитрия Менделеева. Разрозненных нас сразу уничтожит наша сила в единстве. В то же время Россия, по словам Владимира Путина, остается частью глобального мира. Продолжение следует...